Новые источники энергии, электронные игрушки, медицинские приборы, радио и робототехника и энергосберегающие технологии. Речь не о сколковских стартапах. Все это изобретение юных амичей, победителей и призеров первого конкурса «Мы созидаем техника руками детей». Его проводит Омский радиозавод имени Попова для того, чтобы найти среди одаренных детей будущих одаренных инженеров. Таких на предприятии готовы ввести от младшей школы до приема на работу. Данила Выжевский продолжит. Мы рады приветствовать вас в стенах Омской областной станции юных техников на выставке-конкурсе детско-юношеского технического творчества «Мы созидаем техника руками детей». Здесь действующие модели кораблей, роботы, аудиосистемы и металлоискатели. Большинство изобретателей еще учатся в школе. Денис Шелковский в свои девять создал действующую модель солнечной системы. По ней его сверстники могут даже изучать астрономию. Выдержаны все пропорции, расстояния между небесными телами. На планетах нарисован рельеф. Работает макет на микроэлектродвигателе. Делал я ее два месяца. Чтобы получается, она была... Вот она крутится, она крутится. Сама часть состоит из деревянной фанеры. Вот это гафрированный картон. Планеты были сделаны из деревянных бусинок. У ребят постарше и техника серьезнее. Тимур Богдалов сам сконструировал байк для стандрайдинга. Сварил новую раму, форсировал двигатель. Теперь самодельный мотоцикл на дороге не уступает фабричным аналогам. В основе этого байка лежит японский скутер, который Тимур купил за 13 тысяч рублей в ужасном состоянии. Еще 10 парень потратил на запчасти. Позднее из всего этого собрал вот такой вот спортивный снаряд, на котором теперь без проблем можно передвигаться по улицам города. Рама сварена для... Ну, чтобы ставить ногу сюда. То есть мы оставляем ногу и держим баланс уже не сидя, а на колени. Тимур уже заканчивает новый проект двухцилиндрового двигателя для скутера. Говорит, таких в Омске больше нет. Немного и людей, способных создавать подобное. Конкурс «Мы созидаем» как раз и объявлен, чтобы найти среди одаренных детей будущих инженеров. А их, особенно молодых, в Омске немного. Значительная часть тех, кто сейчас работает на заводах, заканчивали университеты десятки лет назад. И, как правило, такие специалисты предпенсионного возраста. Чем больше мы сегодня, как общество, будем уделять развитию именно инженерно-технической отрасли, тем быстрее мы выйдем из этого кризиса. На сегодняшний момент мало таких организаций, которые бы отдавали большое внимание именно разработкам, каким-то инновациям, оценивали наше молодое поколение, их потенциал, который бы завтра мог рисовать тот вектор развития технической отрасли. К слову, Омский радиозавод имени Попова предоставляет целевые места студентам технических вузов города. Чтобы пройдя практику, выпускники приходили на производство уже с опытом работы. Да и зарплата российских инженеров растет. По данным Международной организации труда, в 2017 году она может повыситься на 10%. Как результат сообщают в учебных центрах при омских предприятиях, средний возраст инженера в Омске уже составляет около 40 лет, а еще два года назад он доходил до 55. Данила Выжевский, Артак Мурадян и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.